Здравствуйте, программа «Особое мнение». Я Дарья Пещикова и со своим особым мнением в этой студии журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Иванович. Ну что, вы разделяете восторг по поводу победы Трампа? Ну, а что это? Удивительная совершенно такая вещь. Я помню, тут слушал как-то Сергея Пархоменко с Ольгой Бычковой. Пархоменко говорил по телефону, и он так авторитетно говорил, что этот Трамп, чуть ли не ничтожеством его называл, не может выиграть, что это все предопределенно. Господи, это просто будет такое торжество. Обещал, что будет в ночь выборов в штабе Трампа. Вот интересно, был Сергей Пархоменко в ночь выборов в штабе Трампа, и каковы были его чувства? Честно говоря, я не могу сказать, что я прям предвидел победу Трампа, но опасения некие у меня были, потому что... Опасения? Опасения в том, что прогнозы таких сторонников Хиллари слишком уж нервными и истерическими становились, экзальтированными, в какой-то момент даже на виски переходили. Когда вы начинаете вашего оппонента оскорблять, называть его фашистом, расистом, сексистом, гомофобом, и кроме этого у вас, собственно, нет аргументов относительно его программы, то значит, что вы действуете по принципу, Юпитер, ты сердишься, а значит, ты не прав. Вот в какой-то момент истерический виск противников Трампа мне стал говорить о том, что они не уверены в своей силе. И это стали показывать рейтинги. Когда ФБР завело дело по факту небрежного хранения Хиллари Клинтон документов, нам говорили, что это все несущественно, но заведено было второе дело. Оно было не заведено, там возобновилась проверка, дело они решили не открывать. Но на этом фоне внезапно рейтинги буквально качнулись и стали 1-2%. Но если посмотреть на программу политическую, то, конечно, политическая программа Трампа за рамками его выдающейся публичной риторики, политической, выдающейся, ее можно называть какой-то неправильной, но это артистичная яркая риторика. Он, безусловно, в артистизме, в публичности речи переигрывал Клинтон. Его политическая программа была конкретная и понятная его избирателям. Это вам кажется, что он за счет программы выиграл, а не за счет этой харизмы, о которой вы говорили. Он выиграл за счет классической политической мобилизации электората. Причем он привлек на выборы тех американцев, которые долгое время презирали и не голосовали. Вот, условно говоря, представьте себе, что Чарльз Буковский пошел и проголосовал за Трампа. Почему? Не потому, что он ВОСП, белый протестант, англосакс. Он немец был, Буковский, этнический. Он был абсолютно маргинальный контркультурщик. И ненавидел американское государство, американское общество. Это просто Хиллари стало символизировать собой американское государство. Истеблишмент. Да, которое не просто истеблишмент, бюрократически истеблишмент. Трамп это тоже истеблишмент. Трамп это не человек из народа. Его отец вообще-то имел 20 миллионов долларов. На тот момент, когда юный Дональд поступил в военное училище. Это совсем не white trash такой, понимаете? Но вот это вот государство, оно многим в Америке, говорится, ненавистно. Многие люди поэтому не ходили на выборы. Теперь просто из ненависти к Хиллари, из ненависти к этому, к этой машине бюрократизма, такого либерального еще, который еще давит через средства массовой информации, люди пошли и специально проголосовали за Трампа. Так получается, это не за Трампа голосование, а против Хиллари Клинтон. То есть, не только за имя самого. Конечно, удивительная вещь, на которую обратил внимание Борис Хагорлицкий. Значит, в одной из своих статьй на Рабкоре недавних. Люди, которые поддерживали Берни Сандерса, левого кандидата, многие из них отдали голоса за Трампа. Почему? Потому что Сандерс выступал с конкретной социальной программой. Восстановление рабочих мест, восстановление экономики. Примерно с такой же программы выступал и Трамп. Условно говоря, крайне правый Трамп и левый Сандерс. А как вам кажется, кстати, если Сандерса выставили бы вместо Клинтона, он смог бы? Я уверен, что он выиграл бы просто у Трампа. Я уверен, что он, безусловно, мобилизовал бы весь демократический электорат гораздо с большей мощью. Но Сандерс такой же неэлитный человек был для вот этой вот бюрократии. Они же относятся через губу и с презрением ко всяким таким харизматическим лидерам, которые не поднимаются по этим их коридорам и по этим их кабинетам. Понимаете? Поэтому, на самом деле, конечно, если бы был бы Сандерс, это привело бы к гораздо более радикальному конфликту, но политическому конфликту. Тогда бы классическая левая, почти социалистическая программа Сандерса противостояла бы правой, социалистической, а стала быть и корпоративистской, по-старому фашистской. Естественно, не в этическом смысле, а в политико-экономическом смысле философии Джузеппе Джентили. Такой корпоративизм. Ведь Трамп это предлагает. Восстановление статуса социального государства. Можно сказать, такое неокенсианство у него. То есть, выиграла фашистская философия? Ну, выиграла философия социального государства, корпоративного государства, безусловно, неокенсианство. Трамп является продолжателем дела Рузвельта, безусловно. Потому что именно Рузвельт ограничил власть финансовых спекулянтов, монополий и вывел Америку за счет целенаправленной социальной политики по созданию рабочих мест и по изоляционизму из-за Великой Депрессии. Сейчас Америка тоже находится, ну, может быть, не Великой Депрессии. Сейчас, конечно, не 29-й год. И нет такого ужаса, который тогда был, когда миллионы безработных бродили по американским дорогам. Но в целом Детройт, как говорят, напоминает о годах Великой Депрессии. Город-призрак. Гибель. Символ смерти великого американского промышленного такого чуда. Ну, слушайте, смотрите, если это было в основном протестное голосование, то реальный рейтинг Трампа, он не очень высокий. Подождите, я не говорю, что это протестное. Часть голосовала протестно. Протестно голосовали те демократы, которые отдали голоса Трампу. Это сторонники Сандерса, это противники либерального бюрократического истеблишмента, который символизирует собой чита Клинтонов и вот Макфол и все, что их окружает. То есть, условно говоря, это происходит то, что мы наблюдаем в Европе, когда правая партия типа Австрийской партии Свободы вдруг в Европарламенте одинаково голосует с представителем греческой левой Сиризы. Потому что евробюрократия, либеральная, неолиберальная евробюрократия одинаково ненавистна как левым социалистам, так и правым социалистам. Это, на самом деле, идет очень важный процесс. То есть, восстановление такого модерна, то есть, классической политики модерна в мире, который уже многими был объявлен миром конца истории, то есть, миром постмодерна таком. Фукуямовская концепция разрушается, она на наших глазах. Концепция, которую воплощали с собой неолибералы, которые 8 лет при Обаме делали, что хотели с миром. Ну, а что теперь при Трампе мир перевернется, как многие считают, кто за Клинтон голосовал и очень опечален результатами? Это будет совсем другая тенденция. Дело в том, что надо четко понимать, какие разные стратегии исповедуют те силы, которые стоят за Трампом и которые стояли и стоят за Хиллари Клинтон. Демократы, которые нам сейчас скажут с такими поклонниками свободы, либерализма, гей-свободы, прав меньшинства и так далее, это же политические наследники рабовладельцев Юга. Именно конфедераты были демократической партией. А республиканцы, которые сегодня многими представляются чуть ли не куклуксклановцами и такими крайне правыми, это, честно говоря, политические наследники Авраама Линкольна. Это классические янки. И янки сейчас побеждают. Почему? В чем разница? Дело же не в рабовладении. Это просто нюансы эстетического восприятия и этического восприятия эпохи. Южане и демократы всегда были частью мирового экономического рынка. Торговля рабами – это международная торговля. Кофе, сахар, табак и хлопок – это все уходило во Францию, в Англию, в республиканские, в наполеоновскую Францию, в парламентскую Англию, которые прекрасно мирились с рабовладением на юге, потому что дешевле табака и хлопка, чем в рабовладельческом юге у демократов получить было нельзя. А республиканцы всегда делали ставку на внутренний американский рынок, на американскую мощь и на Америку как империю первую в мире. Говорится «Make America Great Again». «Made America Great Again», совершенно верно. Сейчас делаем небольшой перерыв. Это особое мнение журналиста Максима Шевченко. Продолжается программа «Особое мнение» со своим особым мнением. Здесь журналист Максим Шевченко. Ну так вот, перейдем. Так вот, демократы традиционно являются частью мирового финансового глобального рыночного пространства. И делают, говорят, как бы с Америкой от его имени. Их интересы всегда находятся во вне Америки. Америка для них всегда является базой для достижения собственного благополучия, господства, что, собственно, нормально, потому что конкуренция и стремление к власти есть одно из проявлений вообще человеческих обществ и человеческих личностей. А республиканцы, они всегда опирались на Америку, как на некое град на холме, новую Филадельфию, новую Атлантиду, там, не знаю, непотопляемый обеоносец в более поздние времена, противостоящей старой классической упаднической Европе. Две разные... Это вот эти две разные стратегические концепции. Демократы, ставка на мировое правительство, наднациональная, которая использует Соединенные Штаты как самое могущественное государство на современном земном шаре и в истории человечества вообще, на мой взгляд, как, условно говоря, ресурс для создания универсальной общечеловеческой такой власти бюрократов, связанных с финансовыми институтами. А Трамп говорит, а я не хочу, чтобы мою страну приносили в жертву мировому правительству либеральному. Я считаю, что мы должны сделать Америку первым государством на земле. Мы единственные и неповторимые. Наша религиозная миссия такова. Мы протестанты, мы христиане, мы католики. Посмотрите по структуре, кто за него голосовал. Протестанты и католики, кстати, отдали голоса за Трампа. Мы, говорит, если мы будем Америку воспринимать как ресурс для каких-то там чиновников и для каких-то менеджеров, которые будут мотаться между Лондоном, Нью-Йорком и Токио, там и Гонконгом, то тогда зачем нужна Америка? В чем-то это смысл нашей исторической миссии? Ну, в общем, надо заняться собой в первую очередь. Мы должны стать первыми и дальше уже мир разделить на друзей, врагов, сторонников, союзников, как это Римская империя делала. А как Америка будет становиться первой? Без мусульман? Что там? Помните, обещал он? Нет, секундочку. Не пускать мусульман в страну? Во-первых, Трампа не надо делать исламофобам. Трамп говорил о тех, кто связан с террористами. Трамп, собственно говоря, не говорил о всех мусульманах и обо всем исламе. Но здесь, конечно, он был вынужден тактически действовать следующим образом. Дело в том, что, конечно же, вот в момент, я помню, смотрел какой-то протестантский канал в Америке был. Не помню, как он называется. Где прямо вот круглые сутки вещали пасторы крупнейших церквей таких. Это была как раз война в Ираке. Вторая война. И там, конечно, была мощная исламофобская пропаганда такая. Оскорблением пророка. Там были такие проповеди, которые я просто не рискую даже их сюжет повторить. Примерно в прямом эфире российского радиоканала. Конечно, да. Там считают решительно тогда при Буше, что Америка должна была именно христианский крестовый поход. Поэтому, когда они оккупировали Афганистан, вторили с ним, они прислали пасторов, которые собирали афганских детей и крестили их. Отбирали их у родителей. Сначала убивали их родителей, американские солдаты. Потом этих детей собирали американские пасторы. Помните, там с корейскими было? Это вот все вот эти вот миссии были такие. Нет, ну давайте мы можем к нашим временам все-таки. Это наши времена. Трамп, а я не знаю. Дело в том, что он реагировал... Вы не помните, как он говорил, это не только про въезд в Украину. Он реагировал на терр-акты, которые потрясли Америку. Это были ситуативные, тактические вещи. Сейчас Трампу придется договариваться с исламским миром реальным. С королем Саудовской Аравии, с эмиром Кувейта. С теми, кто определяет, допустим, котировки и цены на мировом нефтяном рынке. Ведь ОПЕК, за исключением Венесуэлы, это же исламские страны по преимуществу. А вы считаете его хорошим дипломатом? Я считаю, что Трамп... Невозможно было бы сделать те деньги, которые он сделал, на реальных инвестициях, если бы не умел вести переговоры. Безусловно, он является выдающимся бизнесменом. И, безусловно, таких успехов в бизнесе невозможно было добиться без... Но в его компании политической он был довольно резок. Это было рассчитано на внутреннюю аудиторию. И мы видим, что эта стратегия выиграла. Помните, он говорил, что он бы исламское государство разбомбил к чертовой мать? Правильно, он говорил то, что думает каждый второй американец, сидя у телевизора с банкой Будуайзера, понимаете, и с хлопьями в другой руке. То есть, не стоит ожидать, что все его громкие речи, они потом бы платят... Достигнута главная цель. Он в Белом доме. Ну, 19 декабря там... И все теперь, все с чистого листа. Все обещания можно отодвинуть в сторону. Ну, просто нет, секундочку. Он исполнит главное обещание, которое он дал и которое привело американцев на избирательные участки. Он исполнил, говорит, я верну вам рабочие места за счет того, что я восстановлю политику изоляционизма. То есть, закрою Америку. Что это значит? Это будет иметь очень серьезные последствия. Во-первых, безусловно, и он это проговаривал, он откроет то, что называется нефтяной кран. И американская нефть опять хлынет на мировой рынок. Кроме этого, безусловно, он будет способствовать понижению цен на бензин, которые и так достаточно низкие внутри США. Это приведет к общему мировому падению цен на нефть. Может привести. Они уже немножечко упали. Это пока как бы такие фьючерсные такие. Это спекулятивные вещи. Если не будет превентивной реакции стран Ближнего Востока, Исламского мира, того самого, и Ирана, и России, и Бенюссела, которые не ограничат там доход. Но они не могут ограничить доход, потому что, в частности, России не хватает валюты. Это главная боль периферийной империи. И всегда не хватает денег для закупки современных технологий на мировом рынке. И чем больше периферийная империя туда выбрасывает своего сырья, тем ниже цены на это сырье. А отсталые достаточно технологии не позволяют воспроводить это сырье снова и снова. Россия, как в XIX веке, торгует сырьем, зерном и, там, не знаю, вот еще к этому нефти и газ добавилось. Поэтому, собственно говоря, это первое обещание. Второе – это, значит, изоляционизм. Что это значит? Ведь это главным будет образом направлено против Китая. Китайские товары будут выкинуты, скорее всего, с американского рынка. Вопрос для того, чтобы создать рабочие места за счет восстановления внутренних структур промышленных секторов потребительской экономики, которая работает на шурпотреб, условно говоря. Ну, от автомобиля там до разных мелочей. Это будет... Я пока не знаю, как он это будет делать. Это популистское обещание. Но, возможно, это какие-то протекционистские меры будут достаточно жесткие. Самое простое решение – это как это было с Японией про Рейган. Когда японским товаром был поставлен просто жесткий запрет японским автомобилям, это привело тогда к буму в американской автомобильной промышленности. То есть, на самом деле, я уверен, что Конгресс поддержит Трампа именно в этом вопросе. Это значит, что китайцам надо будет куда-то сбывать свои товары. В Китае начнется серьезнейший экономический кризис. А, кстати, насчет Конгресса. Думаете, какие-то другие инициативы Трампа там не будут поддерживать? Там же теперь большинство... Я уверен, что он договорится с Конгрессом. Уверен просто. А ему надо договариваться? Не будут ли они едины? Ну, это не КПСС и не Единая Россия. Здесь, знаете ли, нет такого принципа, как фракция считает, так все голосуют. Это более свободная политическая система. Я просто думаю, что Трамп обладает талантом политического лидера, безусловно, харизматического. И я думаю, что он способен достигать соглашения в самых трудных ситуациях. Вы об эстетике чуть раньше говорили. А вот эстетически Трамп не вызывает у вас вопрос? Все его какие-то скандальные выходки? Рядом с ним всегда красивые женщины. Очень красивые женщины. Эстетически. Это его оправданно. Честно говоря, Трамп, ну, для меня, как для мужчины, это плюс в его сторону. То, что мужчина, которому доверяют женщины такой красоты, как и Ряя, стоят рядом с Трампом всегда, это все-таки серьезно. Вспомним Клинтона. Все его любовницы, честно говоря, на них без ужаса не взглянешь. Понимаете? А тут, я смотрю, одни красавицы. Еще один плюс нашли. Замечательно. Ну, да, это серьезный плюс. Давайте чуть-чуть, перед тем, как уйти на небольшой перерыв, про отношения с Россией. У нас какой-то действительно восторг у многих депутатов, чиновников. Ну, восторг, конечно, несколько странный. И поскольку лидер-то партии День России является Дмитрий Медведев, а Дмитрий Анатольевич, честно говоря, всегда был партнером... Он сказал, что в библиотеке поважнее. Он-то как раз не особо порадовался. Был партнером Хиллари Клинтон. Поэтому партия-то формально партнер Хиллари Клинтон. Потому что лидер-то ее партнер Хиллари Клинтон всегда был. Ну, я думаю, что она быстро, конечно, перестроится. Но вопрос в том, а что, собственно, России ждать от Трампа? Вот что, какие надежды? Что он прямо сейчас Крым признает? Санкции может и... Отменить частично. В обмен на что? Здесь надо просто считать. Еще раз. Главный конфликт Трампа будет с Китаем. Это вытеснение китайских товаров с американского рынка. Это значит, что Китай надо куда-то перенаправить. Или воевать с Китаем, потому что из-за такого начинаются войны. Или дать китайцам вектор другого направления. Адекватно американскому рынку найти невозможно, естественно. Значит, китайцев направят на Европу. Значит, Трампу выгоден шелковый путь. Возможно, как один из возможных вариантов. Максим Ильич, сейчас сделаем еще один небольшой перерыв. Потом давайте и про Китай поговорим. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». И снова программа «Особое мнение». Я напомню, журналист Максим Шевченко выяснили, что Соединенные Штаты, значит, обрушат свой гнев на Китай теперь. Нет, я не сказал, что обрушат. Я сказал, что... Вы говорите, что даже война возможна. Потому что война возникает не из-за каких-то слов дурацких, а из-за конфликта интересов. Трамп должен выполнить обещание, которое дал своему избирателю. И через четыре года он с позором вылетит из белого дома. Друзья, а как вы в этой России будете в этой ситуации? Мы же стратегически дружим вроде с Китаем и собираемся с Трампом налаживать отношения. Мы не дружим с Китаем совершенно. Мы пытаемся как бы... Тоже деловые отношения налаживаются. Ухватиться за китайскую экономику. Но я больше китайской экономики сейчас будут очень тяжелые. Времена настанут. То есть надо переключаться на Америку. Тем более там Трамп. Ну, вы... Слушайте, даже не надо за меня говорить. Можно я сам за себя скажу? Хорошо? Это вопрос был. Переключайтесь. Это не вопрос. Это было утверждение. Значит, дело в том, что Трамп... Еще раз поясню. Может, вы не поняли. Еще раз. Он пообещал избирателю восстановить рабочие места и защитить внутренний рынок. А главное сегодня на американском рынке это китайские товары, безусловно. Их надо вытянуть. Безусловно, Трампу придется объявить закрытие американского рынка для китайских товаров, чтобы стимулировать американскую промышленность. Чтобы она заместила на внутреннем рынке, самым большом в мире, американский рынок остается самым большим, самым дорогим, а американские товары. Для этого это открывает возможность, на самом деле, для инвестиций в американскую промышленность. Я думаю, что отношения России с Америкой сейчас опять будут строиться на вложении в американские ценные бумаги. Внутренние. Только не международные, а внутренние. Американская промышленность. Это выгодная инвестиция. В свое время Европа разбогатела, многие разбогатели, на железной дороге, которая строилась с востока на запад. В таком случае, тогда Америке будет выгодно отменять санкции, прежде всего, для себя? Чтобы поток инвестиций хлынул? Я не исключаю такую возможность, потому что многие деньги, современные, это дутые деньги, которые, на самом деле, не находятся внутри Америки. Они формально даже принадлежат фондам или банкам, которые находятся на американской территории, но их, как бы, нет для американских инвестиций. Короче, Трампу надо решать сложнейшие экономические, политэкономические многоходовки. Вытеснение Китая с американского рынка приведет к серьезному кризису в Китае, к перепроизводству. В Китае и без того большинство людей не имеет никаких социальных гарантий. Там, несмотря на то, что там коммунизм и красные знамена, там нет никаких таких профсоюзов, которые есть на Западе, поверьте. И большинство людей там работают с очень низким, как бы, уровнем защиты труда, потому что это удел всех периферийных государств. Поэтому и говорят, что дешевый труд. Да, дешевый труд, конечно, естественно. Но, значит, социальная ситуация в Китае усложнится. Но китайцы должны искать новые рынки сбыта. Это Европа. Второй после Америки дорогой рынок сбыта для товаров серьезных – это Европейский Союз. Безусловно, Трамп, как и Линкольн в свое время, придя к политике изоляционизма, должен будет поддерживать такую некую самостоятельную экономическую возрождение Европы. Я напомню, как это было после Версаля, когда Вудро Вильсон создал фактически новое европейское пространство политическое. И дал денег в долг, на который Европа покупала американские товары, что привело к глобальному кризису. И как Линкольн, отказавшись от этой политики, закрыв американский рынок, на самом деле позволил Европе фашизироваться. В Европе пришли к власти те политические силы, которые делали ставку на возрождение экономики, на национальную консолидацию, на национальную валюту, которую мы называем фашистами. Сами радикальные из них были нацисты в Германии, менее радикальные, поддерживаемые американцами, допустим, Франко или Салазар. Думаете, это может повториться? Что мы видим, как правые партии, правые корпоративистские партии, корпоративистские правые партии вполне, как говорится, готовятся к реваншу, к тому, чтобы выкинуть либералов из политического пространства. Я думаю, что эта схема и история повторяется зачастую. Я думаю, что переход к политике изоляционизма сейчас, который Трамп продекларировал, может привести к таким же последствиям, как изоляционизм Рузвельта. Безусловно, Америка закроется от мира. Безусловно, это приведет к стабилизации американской экономики. Безусловно, для этой стабилизации американцы не должны будут обеспечить внешние условия для подъема спроса, а это война. Америка окончательно вышла из Великой депрессии за счет Европейской войны, которая превратилась в мировую, которые американцы вмешались в двух ипостасях. И как действующая сторона войны, чтобы контролировать ее ход и, не дай бог, не позволить немцам победить и коалиции оси. И второе, как война дала просто невероятное количество заказов для американской экономики. Ну, это, мягко говоря, очень мрачная перспектива. Значит, ничего хорошего, потому что Трамп пришел к властям нет. Это перспектива выгодная для Америки. Война и так, и так идет. Она идет на Ближнем Востоке. Она идет достаточно глобальная война. Война – это единственный способ привести американскую экономику, простой способ, самый простой способ, и не затратный для Америки, поднять внутреннее производство в разы, в десятки раз. Поэтому я думаю, что это совершенно разный сценарий существует для России. Я бы такой эйфории особо не испытывал. Знаете, скрепы скрепами и консерватизм консерватизмом. Но, как говорится, политика Рузвельта, безусловно, способствовала развязаннюю войны в Европе. И когда Америка закрывается от Европы, это, безусловно, приводит к поражению в Европе, как правило, либеральных сил. Это приводит к тому, что на европейском континенте начинают доминировать силы, выступающие от имени разных консолидирующих идеологий. Пусть даже они не будут тоталитарными, как в 20-30-е годы, но около того. А Россия сейчас разве не поддерживает правых европейских? Марин Люпен? Россия симпатизирует им. Я думаю, о поддержке речи нет, поскольку пока эти люди маргиналы и не играют большую роль в финансовом жизни Европы. Пока, условно говоря, отношение с Меркель гораздо важнее. Потому что большая коалиция в Германии контролирует немецкую экономику. А Беатрис фон Шторхс и ее альтернативы для Германии – это пока только перспектива. А здесь же российские элиты крайне осторожные. Они, как говорится, очень боятся делать такие фьючерсные ставки политические. Но и перспективы очень серьезные. Я думаю, если на самом деле Трамп это будет исполнять, то изоляционизм и поправение Европы практически неизбежно. В преддверии этого, кстати, думаю, британцы и организовали свой Brexit. То есть, они отдалились от этой Европы, от континентальной, на которой, безусловно, правые партии имеют серьезнейшие перспективы. Правые, исламофобские, реальные. А Британия-то зачем исламофобия? Когда мусульмане в Британии играют огромную роль и обеспечивают англичанам выход на исламские рынки. Индии, Пакистана, Бангладеш в первую очередь, там и так далее. Борьба за рынки была, есть и остается сутью капитализма, глобального капитализма. Поэтому именно исходя из анализа перераздела мировых рынков, их как бы перераспределения и финансовых потоков, надо смотреть последствия для России. Для России единственным рынком является Европа сегодня на данный момент. Сделать Китай рынком, особенно на фоне предполагаемого экономического спада, в Китае, боюсь, не получится. Это крайне невыгодные будут сделки. Для европейцев же сейчас объединение с Россией будет крайне необходимо. Поскольку если срывается Атлантическое торговое партнерство, а Трамп откровенно выступает против этого, это несовместимо с изоляционизмом, то значит европейцам надо по-прежнему искать рынки сбыта и источник сырья. Единственным источником сырья становится Россия и Ближний Восток в этой ситуации. Роль Турции, роль России резко возрастает. Поэтому я думаю, что в Европе, безусловно, к власти будут идти те политические институты, которые будут выступать за консолидацию с Россией, за экономическое сближение с Россией, как это было при Шираке и при Шрёдере. Только это больше не будут стал демократы. Это будут, я думаю, всё-таки новые правые, которые, безусловно, у которых открываются большие перспективы. Поскольку это не потому, что кто-то хочет, Меркель там или Путин, а это естественный интерес европейского капитала. Ему надо сейчас пробить, но между Россией и Европой стоит Украина враждебная. Я не завидую киевским элитам. Они сейчас никому не угодны. Мало того, что они оскорбляли Трампа в социальных сетях, а потом как нашкодившие школьники стирали эти свои твиты, чем очень повеселили, честно говоря, нас и Аваков, и Яценюк, и все остальные. Я думаю, Трамп, как серьёзный мужик, естественно, знает, кто про него писал гадости и называл его разным дураком. Я уверен, что в Киев вернутся те украинские политики, которые одной ногой будут продолжать эту тему украинского национального государства, а другой будут содействовать скрепам реальным, а не духовным между Европой и Россией. Медведчук, например, который во многом определяет политику и сейчас России в отношении Украины. И всегда был сторонником вот этого концепции Европы от Атлантики до Тихого океана. А и Украина как посреднического государства. Разве вы про Украину уже заговорили, вот эта история с новыми диверсантами, насколько вы официальной версией... Я не исключаю возможность, что если есть люди, которые могут кинуть гранату в полицейских у здания администрации президента, помните, такое было, то почему бы не найтись энтузиастам, которые проберутся на территорию Крыма... Так вот как раз это говорится, энтузиасты или действительно... А дело в том, что там грань между энтузиастами и разведчиками в современной Украине очень, знаете ли, зыбкое. Дело в том, что многие национальные гвардейцы и все эти добровольцы АТО, они, с одной стороны, вроде как национальные гвардейцы, а с другой стороны, государство их не очень-то и контролирует, по большому счету. Они со своим оружием, которое они там получили на территории АТО, так бесславно имя проигранного, они, собственно, разъехались по Украине. И я думаю, что вообще государство примитивно к современной Украине понятие относительно. Есть государство по версии Коломойского, есть государство по версии Порошенко, есть государство по версии Ахметова, есть государство по версии Балоги, есть государство еще по какой-то версии, понимаете, наверняка, которую мы не знаем. По версии воров в законе, например, которые много определяют, рулят современной Украине. То есть правительство это ничто? Ну, это просто ставленники каких-то сил. Правительство – это ставленники разных сил, которые считают для себя западло. Как бы вылезать на сущные должности, а сидят на заднем плане. А мы просто не знаем. Государство и энтузиасты после Майдана – это очень сливающееся воедино такое пространство. То есть, для вас Украина сейчас совершенно беззаконная страна? Нет, это не беззаконие. Почему? Это такая сич казачья. Они же были душу тела, мы положим за нашу свободу и докажем, что мы братья казахского рода. Вот сич, она и есть сич. Это такая сич. Какой сич? Это же не государство. Сич – это вот вольница. Вот у них есть вольница. Я ничего против не имею. Это одна из типов организации общества. Это имеет свои минусы. Имеет, наверное, какие-то плюсы. Но, безусловно, я бы посоветовал каждому украинцу на всякий случай хранить в доме оружие. Поскольку, думаю, что безопасность у украинского обывателя будет обеспечиваться в основном им самим. Вот-вот. На этом давайте и заканчиваю. Спасибо большое. Это особое мнение журналиста Максима Шевченко.